Пасху 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 обильная пасхальная трапеза, крашеные яйца, творожная Пасха. Все это выражает радость человека. Человек, повторю, как духовно-телесное создание, творение Божие, он радуется по-разному. И эта радость в таких интересных, красивых, ярких формах, связанных с нашей душой, нашей ментальностью, выражается в преизобилии именно в данный день. Как привлечь людей в этот день в церковь, но и не только в этот день, чтобы выразить свою радость? Наверное, в этот день людей привлекает в церковь сам Христос, потому что в этот день можно всегда видеть людей, которые, может быть, не придерживаются строгих обычаев, не соблюдают семинедельный пост продолжительный, но душа, поскольку она пометует о Боге, поскольку она сотворена Богом, причастна Богу, она сама ведет человека в храм для того, чтобы приобщиться к вечности, для того, чтобы попросить Бога о здоровье, о благополучии, и спросить у Него прощения своих согрешений, приобщиться к духу вечности. Ибо в день Пасхи всегда, как никогда, душа чувствует что-то необычное, восторженное, радостное, чувства исполняются, природа сама ликует, пасхальный звон, торжественное богослужение. Вот это все то, что ничем не заменишь, то, что человека само ведет в храм. И, наверное, если конкретно отвечать на вас вопрос, что нужно сделать для того, чтобы привлечь людей в этот день в храм, просто напомнить о том, что Христос воскрес, и каждому человеку дарует надежду на свое личное воскресение. И если человек эту весть принимает всем сердцем и душой, то он, несомненно, посетит храм. Пусть у него не получится побыть на ночном богослужении, но в течение всего дня храм будет открыт. И, наверное, приобщиться к этому кислороду вечности, который при изобилии изливается на всех нас в данный день, может любой человек. Тем более, что есть такой добрый обычай, как звон в течение всего пасхального дня и в течение всей пасхальной недели. Это связано с тем, что, согласно церковному уставу, радость воскресения Христова особенным образом отмечается в богослужебном плане и сопровождается колокольным звоном. Причем по древнему еще уставу церковному предполагается звон непрестанно в течение всей недели. И поскольку храмовые звонари с этим предписанием устава справиться не могут, то издревле на Руси повелся обычай разрешать всем желающим звонить в колокола. Поэтому на пасхальной неделе и в первый день Пасхи, и в последующие дни слышится неровный звон, как говорят, кто во что гораст. И вот этот звон тоже привлекает людей в храмы. Каждый может себя попробовать в роли звонаря, в роли благовестника воскресения Христова. И у нас в городе Хабаровске, во многих храмах Хабаровского края, эта традиция соблюдается и из года в год привлекает все больше желающих себя приобщить к этой традиции. Я знаю, что в этом году Хабаровская епархия на Пасху приготовила для горожан, для верующих, несколько сюрпризов. Если можно, раскройте некоторые тайны. Ну, может быть, не совсем было бы правильно сразу рассказывать обо всем. Сюрприз он ценен тогда, когда его получаешь внезапно. Приоткрывая некоторые тайны, могу сказать, что будут курсировать автобусы в течение ночи из разных районов города до Хабаровских храмов, так, чтобы у людей, не имеющих личного транспорта, была возможность посетить пасхальные богослужения. И, кроме того, наш город украсят автобусы, троллейбусы и трамваи с пасхальной символикой. Как это будет выглядеть, каждый увидит. И еще, я знаю, что позвонить в Халкала смогут не только жители Центрального округа, но и жители Южного. Все-таки будет передвижная звонница. Планируется передвижная звонница. Этот обычай совсем недавно в жизнь Хабаровска вошел. И он привлекает всегда людей, которые никогда даже ничего и не слышали о празднике Пасхи, кроме того, что он есть. Причем, что интересно, не имея специальной подготовки, не обучаясь колокольному мастерству, не зная истории колокольного звона, к этой традиции приобщаются и взрослые, и дети. У них прекрасно получается буквально несколько слов о том, каков принцип управления колоколами. И любой желающий, в прямом смысле этого слова, становится великолепным пасхальным звонарем. Что символизирует и как-то, может быть, по-особенному, проводится каждый день Святой Седмицы? Да, конечно. Во-первых, как мы уже отметили, поскольку Христос является виновником торжества, желательно бы, чтобы каждый день этой Седмицы начинался с участия в храмовом богослужении. Оно очень торжественное, радостное. Каждое богослужение утром завершается крестным ходом, с окроплением Святой Водой, с освящением пасхальной снеди. И помимо того, что мы участвуем в богослужении, так скажем, воздаем Богу должное, конечно, нужно помнить, что духовная радость, она имеет одно очень важное свойство. Как замечает наш владыка-метрополит Хабаровский, Преамурский Игнатий, только тогда, когда духовной радостью делишься, она умножается в самом человеке. И вот не нужно ни в коем случае замыкаться в себе в этот день, а стараться подарить пасхальное яйцо, пасхальный кулич, пасху тем людям, которые нуждаются в этом, которые, может быть, не смогли бы сами пойти в храм. Поэтому посещение больных людей, немощных, одиноких людей, может быть, находящихся в каком-то отчаянии, это то, что является прямым продолжением молитвы, участием в богослужении и непременным атрибутом праздника. Потому что нельзя не благовествовать воскресение Христа, поскольку преисполняют чувства, душа ликует. И вот прежде всего, конечно же, своим близким, родителям, но и не близким, а просто знакомым людям, может быть, даже соседке одинокой старушки на площадке, нужно помочь подарить пасхальную радость. И вот в этом смысл всей пасхальной недели напитаться Пасхой, напитаться Пасхой на весь предстоящий год. И когда человек приобщается к духовной радости, идущей в этот светлый день, в эти светлые дни пасхальной недели, ему потом уже не будет хотеться расставаться с этим настроением. Он не будет размениваться на пустые слова, не будет замедлять в осудительных мыслях, придерживаться каких-то, может быть, негативных тенденций. Вот ради нас Христос воскрес, Он даровал нам жизнь, и этой жизнью нужно жительствовать, как говорят богослужебные тексты. Влад, и-ка, большое спасибо. С нетерпением ждем Святого Воскресения. Спасибо, всего доброго.